Всем привет! По ссылке в описании можно посмотреть тестирование данного девайса, собранного по схеме бабочка. Видео вызвало много комментариев технических, скептических, ну и конечно юмористических. Еще раз уточню, этот металлоискатель собирался не с целью поиска клада, а исключительно с целью проверки работоспособности данной схемы. И использование при этом очень дешевых комплектующих. Но для того, чтобы добавить немного позитива к этому агрегату, внесем некоторые коррективы в механизм и немного его поднастроим. Прежде всего избавимся от большого количества металла вблизи катушек. Убраны USB разъемы, которые содержат металл, а провода подпаяны напрямую катушкам. Теперь настроим металлодетектор при помощи металлических элементов и феромагнетиков. Для этого также можно использовать материалы вторичной переработки. Мы видим элементы от старых динамиков, металлические кольца. Также запчасти от жестких дисков, а феромагнетики также из старой разобранной аппаратуры. Вначале вычисляем катушку, в которой тон более низкий. Левая катушка у нас с более низкой тональностью. Далее феромагнетиками и металлическими элементами мы должны заглушить эту катушку практически до полной тишины. В идеале, конечно, нужно использовать пластмассовую трубку с ферритовым стержнем для удобства настройки. Ну, то что есть, то есть. И сразу скажу, что звук в головных телефонах намного лучше, чем мы слышим в колонках. В колонках очень много помех. Заглушаем звук левой катушки практически до нуля. В идеале должны оставаться небольшие щелчки. Вот примерно при такой настройке этот искатель максимально готов к работе. Еще раз скажу, что фон, который слышен, это помехи от колонок. Затем, когда в поле деятельности другой катушки у нас попадает металл, соответственно, звук появляется, либо меняется. В этом положении настроечные элементы закрепляются. И металлоискатель готов к работе. Примерно так настраивается металлоискатель-бабочка. Еще раз повторюсь, что при использовании головных телефонов звук намного чище. Всем удачи в экспериментах! Продолжение следует... Продолжение следует...